Все знают, что такое химический стресс, поэтому, когда к вам приходят залечившиеся все от химических и нашей стандартной медицины, все приходят за препаратами, за продукцией, которые есть в компании Арго, она безопасная, она натуральная, и за 20 с лишним лет она зарекомендовала себя как медицина, именно персонализированная, хотя органавты и говорят, мало кто говорит, что мы лечим, на самом деле мы устраняем те все побочные эффекты, которые сопровождают обычную фармацевтическую и фармакологическую и стандартную медицину. Правильно? Мы все через это все проходили, да? Как нам избавляться от стресса химического? Теперь все понятно. Для этого есть, жалко нет, Земфиры, которая придумала петерчатку, а Лариса Степановна придумала укороченный вариант петерчатки, и она называется фитосанация и фитооптимизация. Фитосанация – это популин утром, фитооптимизация – это лопух на ночь. Ну, это такой укороченный вариант петерчатки, у Земфиры есть 5 компонентов. Это лопух жидкий в любом виде, его можно либо концентрат, токсидон, тма, или просто как пища. Это ахиллан, это тысячелистник, это солянка холмовая, подорожник и популин отдельно, после всего. И 2 месяца. Грибы, паразиты, вирусы, все накопленные шлаки, токсины и метаболиты бактерий, и лекарственной терапии, и все, что мы съели за это время вредоносного, все вы вычистите и оптимизируете сразу. Ну, Лариса Степановна, у нее упрощенный вариант, тоже хорошо помогает, потому что она тоже не вылазит из командировок, она летает по международным конгрессам, и ей все равно приходится есть то, что дают. А дают всегда, ну, сами знаете, ходите сюда. Кортизол вырабатывается как реакция на стресс. Но стресс бывает разный. Стресс бывает физический, химический и психологический. И как вы думаете, какой стресс самый сильный? Это все так считают. На самом деле, вот из этих трех стрессов, самый сильный и самый вредный для нашего организма, это химический стресс. Мы с вами разберем сейчас, ну, психологически вы все знаете, да? Не пришла вовремя дочь, там, выпил лишнего муж. У нас психологический стресс. У нас выработался кортизол кратковременно, да? Потом мы пришли в норму. Физический стресс. Это стресс на какие-то постоянные физические усилия. Это чаще всего у кого бывает? Спортсмены. У спортсменов, у людей, которые физическим трудом постоянно занимаются. Это не для нас с вами, да? Ну, а что такое химический стресс? Скажите. Это как металламины, еда. Это еда. Это лекарство. Это та еда, о которой мы даже не задумываем, боимся. Но вся эта еда содержит гормоны, антибиотики, ну, и прочие все гербициды, пестициды. Дальше продолжать не надо, потому что если мы проверили все у нас в нашем городе овощи в магазине, то они превышают даже по нитратам 5 в 10 раз содержание. У нас такой есть приборчик. Можно его, он недорогой, можно приобрести, ходить тыкать, как это, или она летучая это делала, или кто-то. И ходить голодным, да? Да, можно выйти, ничего не купить. Поэтому я считаю, что персонализированная медицина, а это компания Арго, в общем-то, куда-то люди приходят. Когда они уже своих детей залечили усмерть, да, когда сами залечились, довели себя до полного безобразия.